Прекрасная погода, прекрасное настроение и я вновь, Максим Суханов, вас приветствую. Это программа Эх, дороги и мы продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Поехали! Ну что ж, по многочисленным просьбам я наконец добрался до этого перекрестка. Один из самых аварийных, что уж говорить, это перекресток Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская. Все дело в том, что здесь имеется дублирующий светофор тем, кто едет по улице Екатерининская и нужно пересечь Комсомольский проспект в сторону улицы Уйбышева. Дальний светофор, который находится рядом с политехом, зеленый, загорается раньше. Для тех, кто едет по Комсомольскому проспекту и поворачивает налево в сторону улицы Куйбышева на Екатерининскую. Чтобы разгрузить компрос, движение здесь мы все знаем интенсивное. И очень часто, очень часто, я еще раз подчеркиваю, здесь случаются аварии. Потому что автомобилисты смотрят на дальний светофор и выезжают. Одно из последних видео, автомобилист попал под автобус. Слава богу, все живы, но тем не менее, давайте посмотрим и дальше продолжим. Вот как раз-таки сейчас дальний горит зеленый, здесь красный, все стоят. Вообще, надо сказать, что, конечно, ну, в большинстве своем все едут по правилам. Иначе здесь бы аварии случались бы каждый день. Но тем не менее, даже когда мы сюда приехали, я понимаю, что, конечно, если бы до Кабы. Но тем не менее, мы просто не успели включить камеру. Здесь автомобилист уже начал двигаться, он уже выехал на пешеходный переход и потом затормозил. То есть что-то, особенно летом, когда жарко, в голове тут переключается. И многие почему-то вот на эти светофоры не смотрят. Вот раз и два, вот там, где сейчас пешеходная часть, где вот люди стоят. А смотрят только на дальний. Мы сюда приехали, чтобы вообще понять и разобраться, насколько это целесообразно делать таким образом на данном участке. И, может быть, все вернуть, как было когда-то. Но давайте попробуем разобраться и придем к какому-то выводу. Я, конечно, в данном случае не эксперт, но, на мой взгляд, если включать голову, здесь все логично. Комсомольский проспект, как я уже сказал, движение очень интенсивное. И когда здесь загорается стрелка, то, в принципе, вот сейчас мы видим, вот скопилось, видите, 4 машины. И это не час пик. Час пик здесь капливается, конечно же, намного больше. И они все, по сути, успевают проехать. Также движение очень интенсивное и на Екатерининской. Поэтому, если бы тут все было до и наоборот, то, конечно же, поток машин, кто поворачивает, они бы не успевали просто все повернуть. Но и опять же, тут, когда загорается стрелка вниз по компросу, продолжает гореть зеленый еще 10 секунд тем, кто едет прямо. Тоже, на мой взгляд, верно, потому что поток очень серьезный идет со стороны улицы Пушкина. Но мы даже вот, даже при таком раскладе, здесь в часы пик бывают очень большие пробки. И я вот, если честно, не могу понять, почему некоторые автомобилисты, когда вот там вот дальний загорается зеленый на Екатерининской, они начинают движение. По сути, здесь все видно. Тут достаточно всех светофоров. Только нужно быть внимательным и смотреть по сторонам. Но, опять же, нужно что-то делать, потому что на данном участке, на данном перекрестке, аварии случаются регулярно. Не знаю. Я вроде все сказал, по крайней мере, мне кажется, здесь все логично. А как по-другому? Пишите в комментариях. Все на сегодня, друзья. Я, Максим Суханов, прощаюсь с вами. Но ненадолго, совсем скоро увидимся. А прямо сейчас смотрим нашу рубрику традиционную. По четвергам. Автощад. Поехали. Продолжение следует.